Мне кажется, Бог предприниматель. Представь себе, что ты вот так вот, и ты так ходишь и бегаешь. Я доверяю, еще раз, его роли вот этого, в хорошем смысле, провокатора. Я вдохновлен именно вашей инженерной школой. Как инженером. Инженеры – самые лучшие люди в мире. Короче, если меня на яхту пригласите, я с удовольствием поеду. Если я не делаю это, я отдам одну из своих компаний. Всем привет. Хочу начать с новости, которая на этой неделе мне показалась особенно интересной. Google сменил индексацию в поиске на мобильные сайты. И что теперь? Ну, теперь наш мир окончательно стал мобильным. Вот помню, 20 лет назад я сидел вот с таким вот телефоном Motorola, и когда звонил, в руке держал такую вот блямбу. Итак, алло. А сейчас все, мир стал мобильным, гаджеты, телефоны, и даже Google, и даже поисковые системы ранжируют исключительно по поиску через мобильные устройства. Ну чего, мир окончательно изменился, скоро мы все будем в гаджетах, и десктопные эти компьютеры идут в сад. А еще на этой неделе я был на Амаконф. Я думаю, это крупнейшее бизнес-событие этой недели. 25 тысяч предпринимателей, много отличных суперспикеров. Стив Возняк посетил Россию, наконец-таки. Ребята, такого события в ближайшее время, наверное, уже и не стоит ждать, потому что Олимпийский стадион идет на реконструкцию, и после реконструкции уже не будет такого зала, который вмещает 25 тысяч зрителей. Так что, ребята, смотрим. Около месяца назад мы стартовали квест «Жажда». Это фантастическое место, где люди отвечают на вопросы про книгу «Жажда», по книге «Жажда», отвечают на вопросы про себя. Удивительную статистику мы получили. 5 тысяч человек зашли на квест. 200 справились с задачей. Всего 200. Все остальные отвалились по дороге. Хотя, в общем-то, квест по нашим расчетам могли пройти из 5 тысяч где-то порядка 2 тысяч людей, но всего 200 дошли до конца. Молодцы. Этим 200 человекам респект. 66 из них ответили в целом правильно. И всего 15 человек оставили внятную рецензию. Из этих 15 человек я выбрал самого крутого человека, который мне понравился больше всех, где была самая мощная жажда, самое мощное желание. И сегодня он здесь со мной. Вот мы с ним сегодня будем проводить менторскую сессию. Поэтому, друзья мои, принимайте участие в квесте, потому что сейчас запущена вторая очередь. Жаждите. И вы, может быть, именно вы будете сидеть завтра здесь, в этом кресле или в другом месте. И я буду делать вам менторскую сессию. Давай, скажи, как тебя зовут? И вообще, как ты здесь оказался? Меня зовут Дмитрий. Я из Питера. Собственно, я вообще не думал, что я как-то попаду. У меня в два ночи я ложусь спать, и у меня от вас два лайка приходят. И я такой, опа-на. Ну, у меня прям это, у меня все, я не мог спать. Думаю, блин, 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 блин. Я даже начал заходить, смотреть, кому вы еще лайки ставили. То есть настолько это уже паранойя, потому что, представьте же, энергетика. Да, я начал смотреть, кому, кому, кому. Может быть, там были несколько кандидатов, и уже там из них выбирались. Но потом я понял, что только мне. Я такой думаю, блин. Ну, ладно, давай, квест. То есть книга, квест, эмоции от победы. Все, давай по тем, в общем-то, вопросам. Да, проведем такое занятие, что ли, менторское. Давай, список боли. Это такие тревоги. Это где вот тянет тебе что-то. И попытайся максимально уйти от книжных там формулировок, а именно вот говори как бы от сердца изнутри. Нет, у меня сразу, конечно, приходит то, что меня прям волнует, волнует. Это я чувствую, что время идет. Ну, жизненный цикл, я мотведен какой-то жизненный цикл времени. И что мне очень хочется какого-то прям скачка и роста, прям бешеного. Хочется прям расти, расти в прогрессии. Но порой я теряюсь, я не знаю, за что схватиться, как до этого роста. То ли я его боюсь, не могу спровенцировать как-то, что это реально. То есть, у меня прям дикое желание вырасти несколько раз. Но что-то вот отталкивает. Когда-то руки опустятся, когда-то что-то... Ну, это из-за того, что я прям об этом часто думаю. Смотри, давай. Давай. То есть, ты вот представь себе, что ты вот так вот, и ты так ходишь и бегаешь. Ну, ты просто не знаешь, да? Я просто говорю, смотри, а можно вот так, попробуй походить. А теперь смотри, можешь выбрать... Можешь выбрать. Ну, можешь выбрать и вернуться, и так. Или так. То есть, выбирай. Ты сам вот как бы выбирай. Это твой же выбор. Игорь Владимирович, спасибо. Я сейчас занимаюсь тем, чтобы люди не боялись технологий. Потому что, на самом деле, просто это, ну, фундаментальная помощь сейчас проблема всех технологических компаний, что настолько быстрый прогресс, что людям начинает становиться страшно. И, на самом деле, я искренне совершенно убежден, что страхи эти напрасные, что страхи эти, в общем, по большому счету, на пустом месте. Если людей сейчас, ну, как-то не успокоить, не объяснить, что происходит, то, ну, формально, можно сказать, у нас будут проблемы с бизнесом. А если говорить, ну, в каком-то общечеловеческом смысле, мы будем двигаться медленнее в то будущее, где, ну, например, люди живут дольше. Где люди живут лучше, потому что они меньше болеют, с ними меньше происходит каких-то там ситуаций, которые вышибают из полноценной жизни. То есть технологии могут заменить, или даже изменить возраст дожития, который называется, на возраст деятельностного проживания. И увеличить формально даже тот же самый возраст дожития, потому что, вроде как, все современные исследования показывают, что физиологические ограничения на уровне, там, до 100 лет, что организм должен скончаться, вообще говоря, нет на каком-то фундаментальном уровне. Когда говорят, что сейчас что-то случится новое, вот придет эта самая виртуальная реальность в широком смысле и убьет все. Да нет же. Где-то для кого-то это будет очень важно, потому что человек, который, не знаю, там, потому что он больной, потому что он живет далеко, в конце концов, просто потому, что он не хочет жить в этом набитом людьми городе и живет, там, не знаю, в глуши. Я просто столкнулся на одной конференции с человеком, который вот очень, ну, видно, от души, от сердца пропагандировал всяких секс-кукол, причем вот продвинутых таких вот, которые уже там со встроенным искусственным интеллектом. Я просто потом, ну, пока мы там с ним стояли, пиво пили, вот искренне объясни, мне не совсем понятно, это вот, кроме маркетинга, что... То есть здесь включить-включить, а здесь выключить. Он говорит, слушай, просто, ну, не знаю, мне вот, местами неприятно, пахнет не так, она пухнуть может в процессе, ну, не знаю, у меня от этого все. Слушайте, я так никогда не думаю. Ну, есть еще... А люди разные. Это новые миры. Люди разные, понимаешь, есть просто общая картинка. Вот кому-то, оказывается, вот все то, что, не знаю, других возбуждает, у них прямо-таки наоборот. Им, наверное, будет лучше виртуальной реальности. Да пусть там живут. Я думаю, этому чуваку очень страшно. Да, да, да. Нет, вот мы не будем исследовать, какая травма, мы его до этого довелаем. Понятно, что это какая-то психотравма там детская и все что-то. Это без вариантов. Но эти люди все равно есть. Кому-то помогли терапевты, еще кто-то. Кому-то не помогли, они ушли, одели шлем и ушли туда. Вот кричать, что это страшно, но не менее, не более страшно, чем, прости меня, те миллионы, которые просто спиваются. Вот это страшно. Стив Фазняк сказал, что он не доверяет больше Эллон Маску. А вы доверяете? Я доверяю, еще раз, его роли вот этого в хорошем смысле провокатора. А насколько можно ему доверять, например, как бизнесмен, там много есть аспектов доверия. Ну, не знаю, я, да, я акции Тесла не стал бы покупать. Стив, привет, это Игорь. Скажи, пожалуйста, какая разница принципиальная между Россией и Соединенными Штатами Америки? На самом деле, люди достаточно похожи и весь мой опыт встреч с этими людьми показывает, что достаточно схожи. Потому что был у меня даже опыт в начале 80-х, когда я приезжал, встречался с русскими группами по поводу запуска космического моста и спутников. И я встречал очень много людей и на самом деле большинство людей между нашими странами очень похожи. Хотя пропаганду думает иначе. Я всю дорогу вдохновлялся Эплом. И я вам скажу, я инженер и я вдохновлен именно вашей инженерной школой. Как инженером. Инженеры самые лучшие люди в мире. Когда Эпл станет самой большой компанией производителей автомобилей, автомобилей, а Мерседес и БМВ станут поставщиком агрегатов для сборочных производств Эппла. На самом деле у нас очень много разных типов фондов внутри, в мире. И очень сложно представить Эппл достаточно огромной, потому что Эппл делает прибыль. он делает очень много вещей, хороших продуктов. И это часть философии создателей и владельцев. И это является частью ценности бренда. Значит, все, я обещал один вопрос. Стоп токинг и я очень рад, что вы здесь в России. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А вообще я подумал, вот зачем уже практикующим предпринимателям ходить на такие события, как Ама-Конф. Я вот подумал для себя и сформулировал такой вот ответ. Вот когда я нахожусь в поле опыта других людей, тоже предпринимателей, я как бы пересобираю свой предыдущий опыт и синтезирую опыт новый. Ну вот я обмениваюсь своим опытом с другими людьми, я нахожусь в такой атмосфере, которая позволяет мне пересобрать себя нового. Я всегда после таких конференций выхожу настолько наполненным и настолько страживающим что-то такое сделать мощное и крутое. Ну вот на меня это влияет так. Как я вижу, на других людей это примерно так же влияет. Поэтому приходите на конференции, напитывайтесь энергией и делайте великие дела после этого. Только так. У вас есть две недели максимум после любой конференции, чтобы начать действовать. Через две недели эффект проходит и дальше все. Забейте. До конца года ты какую цель себе ставишь на свой канал? Давай. 300 тысяч. 300 тысяч. Ну, я думаю, это крутая цель. Давай. И если ты не делаешь 300 тысяч, то? Я сказал, я поставил более долгосрочную цель, войти в топ-200 блогеров. и если я не делаю это, я отдам одну из своих компаний в клуб Эквиум. А, воу. Так, 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 отлично. Какую? Давай, давай, сразу. Хорошую. Не, подожди, подожди. Какую? Да, вот это. Это надо обдумать. Обдумай, это важное решение. Я слышал, что ты один из родноначальников движения в интернете по передаче опыта одних людей другим людям. Да. И, ну, давай вот. Игорь, говори. Ты чувствуешь, да? Потом у тебя было много продолжателей, я видел, И очень круто, что началась целая волна плеяды. А, как я вижу, ты пошел дальше. Ты выбираешь следующие формы и форматы в распределенном, значит, в реестре там ищешь. Давай сегодня про наставничество. И вообще, ведь круто, когда нас окружают развивающиеся люди, и мы, опираясь на них, делаем более мощные проекты, в принципе. Это же такой кумулятивный эффект. Вот давай, что ты про наставничество скажешь вообще и какой предпринимательский подход к организации наставничества ты бы видел? Когда вопрос поднимается менторство, для меня это вопрос поделиться. Там, добро сделал, добро к тебе возвращается. И если ты чем-то поделился или делишься, то ты вполне, не буду сейчас притчи приводить, чтобы никого, не оскорбить чувства верующих, то ты в будущем что-то получишь. То есть, это же потрясающе, мне кажется, Бог предприниматель. Он придумал же крутую штуку. Первый раз слышу такую фразу, что Бог-то оказывается предприниматель. Он создатель. Действительно так вот, созидатель. Создатель. Создатель, созидатель. И он придумал законы, которые, если думающий, адекватный, осознанный человек будет принимать в своей сфере жизни, он в конечном итоге будет выигрывать. Поэтому, когда я слышу, например, от людей помоги, а он не помогает, поддержи, он не поддерживает, потому что времени нет, он жертва обстоятельств, он бабки зарабатывает и там куча-куча причин и не делится не открытый, а закрытый, то в конечном итоге в будущем он проиграет. Поэтому, я когда, как естественно, я думаю, у всех предпринимателей у тебя тоже были свои процессы становления, когда там первый миллион рублей зарабатываешь, мне кажется, крышу сносит больше, чем первый миллион долларов. Я на такой правоте был. Какое нахер менторство? Чувак, у меня не времени, нет, я бабки зарабатываю, хватит, иди, ну то есть вот так вот. И только потом со временем стал понимать, как законно эти работают. И естественно, там я в своем рабочем графике, даже не знаю, в своей жизни, правильно так сказать, выделяю моменты, где я выбираю наиболее удобную для себя форму, чтобы где-то поделиться, где-то быть открытым. Знаешь ли про клуб Эквиум? Бизнес-клубы такие, ну как бы, точки развития, где люди приходят, приходят обмениваться практическим опытом. Ну вот, собственно, то, что ты говоришь, не столько отдавать друг другу советы, не, обмениваться практическим опытом и пересобирать модель своего действия в поле опыта других людей. То есть, это про такие бизнес-клубы. Вот один из них мы с Оскаром Хартманом учредили, это Эквиум, другой Р2, а ты просто об этом, ну, не знаешь, но не важно, ты представляешь себе, что такое самовоспроизводящаяся, самонастраивающаяся среда, просто, где собираются люди, которые для себя желают постоянного развития, а как средство помещают себя в атмосферу людей, которые такие же, ну и вот, собственно, они друг об друга интенсивнее развиваются. Вот, ты где-то еще встречал в России или в мире подобные развивающиеся системы. То есть, это потрясающе хорошая штука для мелкого среднего бизнеса, я считаю, когда ты целенаправленно в пятницу идешь в клуб и обмениваешься опытом, потому что есть операционные задачи, ты собственник бизнеса должен их решать и тебе нужно расти постоянно. Наверное, вот если говорить про крупный бизнес, когда ты уже сформировался как предприниматель и капитал уже на тебя работает, ты живешь на проценты от процентов, возможно, здесь смысла в этом клубе, на мой взгляд, нет, вот именно в этом формате, когда специально в пятницу ехать, здесь больше работают уже, вот собрались предприниматели и вот по-настоящему хороший нетворкинг проходит, возможно, в не очень трезвом состоянии на яхте на берегах Сардинии. Когда четыре предпринимателя, просто закурив косячок, сидят, не о женщинах же первые три дня, я просто из личного опыта говорю, первые два-три дня ты говоришь о женщинах, о развлечениях, потом спесь заканчивается и мозг по-любому начинает думать о бизнесе, о выгоде, о деньгах, об эффективности и вот эти четыре ребят начинаются дискуссы ночные и ты можешь говорить всю ночь про процессы, про какие-то фишки, про власть, про вот это обхождение и оптимизацию вот этой нашей неэффективной системы какой-то государственной в каких-то моментах. Короче, если меня на яхту пригласите, я с удовольствием поеду. Блин, мы устроили тут какой-то цирк. ну вот вы видели, как я сижу и записываю пробник, это моя книга жажды, я пробую ее сам лично озвучить, поэтому сейчас я сижу и записываю пробник, это моя книга жажды, я пробую ее сам лично озвучить. Сейчас в инстаграме идет конкурс или сбор лайков, если я наберу 50 тысяч лайков на пост про запись книги жажды, буду сам лично 40 часов озвучивать книгу жажды, и вот я хочу понять, нужно ли вам, чтобы я лично озвучил книгу жажды, поэтому проходи в описании к этому видео, первую ссылку жми и ставь лайк, если хочешь, чтобы я 40 часов аудиоверсию записывал. В конце каждого влога я буду отвечать на самый интересный вопрос, который мне показался в ваших комментариях на ютубе, в инстаграме, везде. И вот сегодня вопрос такой, вот когда получил первую прибыль, куда ее потратить, реинвестировать в расширение бизнеса или на себя, ну там кайфануть, там, не знаю, машину, там, девчонки, клубы, там и так далее. Вот я вам расскажу, на что я потратил первую прибыль. Короче, с того момента, когда у меня была первая прибыль, прошло лет 20, поэтому, честно говоря, я уже не помню, как я первую прибыль потратил, но я точно помню, что однажды один из очень уважаемых людей, Александр Викторович Завьялов подошел ко мне и спросил, Игорь, ну вы же, говорит, с Сергеем уже, ну вот, реально миллионеры, почему вы живете в общежитии, ну у вас, конечно, тут кайф, там, все такая, комната нормально, но вы живете в общежитии и так далее, ну как-то уже, вот, может быть, пора сменить стиль. И тогда только мы с Сергеем поняли, что, ну да, действительно, мы живем в общежитии, пора бы, ну, заняться собственным, так сказать, антуражем. Поэтому, смотрите, на мой взгляд, очень просто, первую прибыль надо всегда реинвестировать в бизнес, в расширение, в расширение, в расширение. А потом неожиданно приходит момент, когда, ну, уже просто, знаете, можно без ущерба для расширения бизнеса изымать, так называемую, экономическую ренту. Я думаю, вот именно в этом моменте можно немножко начать кайфовать. Поэтому, кому этот ответ пригодится, пишите мне в комментариях, сообщайте мне, тот будет необычайно похож на меня. В общем, на этом заканчиваем. Всем пока, пишите комментарии, ставьте лайки. И, очень важное заявление, видео-комментарии или видео-вопросы имеют гораздо больше шансов быть мной увиденными и услышанными. Поэтому, до новых встреч. Ты выбираешь, как влиять, ты такой же, как мы, научись летать.